Приветствую вас дорогие мои уважаемые стрельцы. С вами опять я Татьяна Шиманова. Сегодня мы поговорим о любви, о событиях в любовной сфере до конца 2019 года. Сделаю я два расклада. Один для тех кто имеет партнера, другой расклад будет для тех кто свободен или находится в поиске. Начну с тех кто имеет партнера. Итак дорогие мои какие события вас ожидают в любовной сфере до конца этого года? Ваше настроение, ваше намерение? События какие будут у нас тут до конца этого года? К чему приведут эти события? И совет карт Таро. Так, ваше настроение и ваше намерение. Здесь у нас выпал паш мечей. Ну карта острая конечно. Она говорит о какой-то настороженности. Подозрениях вполне может говорить. О каких-то мыслительных процессах, причем очень напряженных мыслительных процессах. У что послужит поводом для этого сложно сказать. Но то что могут быть у вас намерения, и причем намерения такие, ну скажем так, скорее в плане того, что что-то узнать. Получить какую-то информацию о своем партнере. Вот как-то так. Ну давайте посмотрим, что с событиями. События у нас выпала четверка мечей и король чаш. Ну вот знаете, сразу же видно, что не зря у вас такое настроение и такие намерения. Вы как вроде бы знаете, четверочка мечей, как находитесь вроде бы в каком-то тупике, что ли. Не можете найти выход из какого-то положения. Не можете, или не можете принять решение какое-то. Вполне возможно. Да. То есть какая-то, не исключено, что какая-то шероховатость в ваших отношениях присутствует. Причем вы понимаете, может это только вы так считаете. А партнеру может так не казаться. Просто отношение к вам со стороны партнера или ваше отношение к партнеру, оно не то чтобы поменялось, скорее всего. Да, может и поменяться, друзья мои. Может поменяться. То есть появились какие-то такие нюансики, аспектики, которые стали вас настораживать, не нравиться вам, не устраивать вас стали. Но вот что с этим делать, как говорится, одному Богу известно. Вот такое у вас состояние. И вы хотите разобраться окончательно. Разобраться, может быть, даже в себе. Но, скорее всего, это будет разобраться, что мне делать с партнером. Тем более, у нас тут король чаши, товарищ такой, какой-то, вот знаете, закрытенький, закрытенький. Сам себе на уме. Вполне возможно. Вот еще один повод, если у вас именно такой товарищ, повод для того, чтобы узнать, а почему он такой? А что он там скрывает? Хотя, в принципе, он может быть и чувственным, и может быть и ласковым. Но вот что-то, как говорится, может вам чуечка что-то подсказывать, что вот как-то вот не то. К чему могут привести эти события, друзья мои? Восьмерка мечей. Ну, такое ощущение, что не рассосется. Не рассосется вот эта ситуация. До конца не рассосется. Она почему-то вас будет постоянно тревожить. Вот будет вас колоть, колоть эта ситуация. С чем это связано? Ну, тут, конечно, у каждого индивидуально может быть. Может, действительно, ваш партнер дает повод. А может, вы сами по себе такие. Вот. Ну, будут присутствовать такая неуверенность. Ну, не сказать, чтобы печаль, но вот какая-то такая нестабильное внутреннее состояние. Оно может быть, понимаете, то вы в панику бросаетесь, чего-то боитесь. Вот. То, наоборот, успокаиваетесь. То вот так. Знаете, перемена у вас будет настроение. Перемена состояния вашего эмоционального, вашего умственного. Может быть, вы будете еще больше, еще... Знаете, вот, если вот здесь, да, смотреть, намерение, тут человек все-таки конкретно знает, что он хочет. Он в состоянии мыслить трезво, скажем так, рационально. Рационально. То в состоянии восьмерки мечей очень сложно уже мыслить так. Ну, что-то вас будет тревожить. И зря, кстати говоря, зря, потому что у нас совет Картеру десятка чаш, дорогие мои. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Все ваши вот эти потуги, все ваши страхи, они могут не стоить и выеденные яйца. Живите радостно. Живите, наслаждайтесь тем, что есть. Ну, в крайнем случае, в крайнем случае, ну, попробуйте пробиться до души этого короля. Выяснить все-таки свой вопрос, который вас тревожит. И расставьте все точки над ней. И все. И начинайте жить дальше. Без печали. Без страхов. Без панических вот таких атак. Вот такие вам советы дает Картер Таро. Ну, друзья мои, это все-таки общий, общий расклад. У кого-то он может отыграться, как просто какие-то легкие шероховатости в отношениях с партнером. Для кого-то, может быть, какими-то моментами недоверие к своему партнеру. Может и такое быть. А у кого-то, кстати, может и проиграться тем, что вы найдете отдушину на стороне. Вот король. Король чаш. Вы просто-напросто решите эту проблему вот именно таким образом. Если что-то у вас не так в отношениях со своим партнером. Вы просто заведете новую связь. И будете, как говорится, получать удовольствие на все, как говорится, 100%. И такой вариант тоже может, друзья мои. Ну, в любом случае, в любом случае, несмотря на то, что тут выпало. Будьте счастливы, дорогие мои. Будьте счастливы. Не преувеличивайте свои проблемы. Ни в коем случае. Либо по-быстрому у них постарайтесь разобраться. Удачи вам. Удачи вам. И до новых встреч на моем канале. А я продолжу. Продолжу дальше. Расклад для тех, кто свободен. Кто находится в поиске. Друзья мои, давайте посмотрим, что у вас там. Какие события ожидаются в личной жизни. До конца 2019 года. Итак, ваше намерение, ваше настроение. Ой, какая лепота. Какие события вас ожидают? К чему приведут ваши эти события? Какими изменениями? И совет Картору. Да. Ну вот, знаете, мне расклад нравится. Хотя, может, кого-то смутит король мечей. Ой, фу, извините. Рыцарь мечей. Но, тем не менее, посмотрите, какое у вас настроение. Солнышко. Солнышко. И эти все сказано. Как-то вы такие легкие, позитивные. С самооценочкой у вас просто все замечательно. Да, месяц может, вернее, этот период до конца года может быть суетливым. Может даже иногда, знаете, быть с какими-то разборками с поклонниками. Может, кого-то вы будете отфутболивать. Причем резко отфутболивать, если вот вам никак. А может такой появиться. Напористый товарищ может. Вот. И вы вот как в футбол будете играть в этот период. Одного сюда, одного сюда. Этого хочу, этого не хочу. А вот этого хочу. Отдай-ка я на него наеду. Отдай-ка я его, так сказать. Попробую атаковать. А вдруг получится, понимаете? И все это вот с таким солнечным настроением. С таким, как бы, с такой готовностью к любви, что вам отказать. То есть на вас обращают внимание невольно. Ваши поклонники на вас невольно обращают внимание. Потому что от вас идет солнечная энергетика. И эти лучи, они пронизывают. Пронизывают тех, на кого вы глаз особенно положили. Так что вполне возможно у вас что-то и завяжется. Не сказать, что уж совсем серьезно-серьезно. Но раски пустят. Все-таки появится товарищ, с которым у вас какое-то взаимодействие. Как вроде бы ваши души откликнутся друг дружке. Как вроде бы, знаете, на одной волне вы будете с этим новым поклонником. Да. Совет Картеро. Здесь Верховная Жрица. Ну вот, почему-то, знаете, идет такое интересное сообщение, как вроде бы это... Вот это знакомство непростое. Оно как вроде бы послано вам с небес, что ли. Да. С небес. От высших сил. Почему, не знаю. Ну, то, что говорю, то я чувствую, то я вам и говорю. Также Карта Таро, она советует, знаете, что? Все-таки не исключать такой момент. Собирать информацию обязательно. Несмотря вот на такую доверчивость, простоту и легкость. Все-таки собирайте информацию о своих поклонниках. Кого вы хотите себе приблизить. Не будьте слишком доверчивы. Потому что могут оказаться скелеты в шкафу у кого-то из них. Поэтому будьте внимательны, будьте разборчивы. Ну, вот как-то так, я бы сказала. Позитивненький, позитивненький прогноз, друзья мои. И вот это солнышко, ну прямо, знаете, вот это можно было убрать, а вот это оставить. Все, солнца хватило бы. Все будет замечательно. И дай-то Бог, и пусть так оно и будет. На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. До следующих встреч на моем канале.